Здравствуйте, меня зовут Алиона, все мы с вами знакомы, образование для душа. В практике я тоже постоянно работаю, работала и работаю сейчас. У нас сейчас тема, как правильно составить связи мы. Представим, вы все учитесь, поэтому я не буду рассказывать, как составлять, видимо, уже опытный рецепт, чтобы написать, но вы получите. Представьте, что вы завтра уже выпускники, специалисты, вы закончили колледж. Что делали? Пусть на работу. У вас есть исследования? Нет. Нет исследования. То есть вы платите за обучение и сами себе находите. Оно хорошо, когда, допустим, вас возьмут после производственной практики на работу не понравится, а если нет, нужно писать резюмо. На первый взгляд это очень легко. Кажется. Вот вот скачаю одно, второе, третье, там что-то вставлю, вырежу свою добавку и все отправлю. На самом деле не так все просто и резюмо за 5 минут не лишится. Именно комплекта резюмо. Именно организацию, как мы хотели работать, организацию от этого хотели работать. Организация вашей вещи. Туда действительно вам это резюмо нужно вложить душу, нужно постараться, придумать все, что если нет опыта, то написать много-много чего, много-много чего. Сейчас днем порядок. Взяли и раскачали резюмо, просто посмотрели, просто посмотрели, Но я вам советую не вставлять у нас свои данные, не сдирать. Сделать свое какое-то лицо. То есть вы продаете себя, работаете. Правильно? И резюме – это ваша карточка внутренняя, внешняя дробка, внешнее состояние. Значит, нам нужно вставить фотографии. Очень много я видела резюме фотографий, но такие я вставляю, что-то я беспокоила. В пляжах-то. В пляжах. В пусковах. А вообще-то не из бутылки. Ну ладно, разные есть. Но как-то там вырезают и вырезают, и все. Они беспокоили. Конечно же фотография была же такая, как на паспорт. Ну что ты смеешь? Живое. Чтобы у вас же было нормальное лицо, улыбка и живые глаза. Они какие-нибудь там потухшие улыбки. То есть по фотографии вас оценивают. На самом деле смешно. Словно, что какой-нибудь фотография. Ну человек, видно, так вставил от молодых. Прибытовых. Рисуешь свои представления. Ну приходят к тебе люди, мой. Это какая-то крича. Ну интересно, смеешься. Лучше, чтобы было хорошо. На самом деле. Дальше, на что обращают внимание, это ваш электронный адрес. Вы специально пишите всегда свой электронный адрес. Т.е. имя, фамилия, допустим, собака или руку. Не пишите там какие-нибудь красотка. Такая там. Или там какой-нибудь кромбомбулики или еще что-нибудь. На самом деле это так часто встречается. Вроде специалист и все-таки работает. Работает в какой-нибудь этой компании. У него какая-нибудь такая луда. И просто, ну, просто смешно уже. Почему ты так несерьезно относишься, что ты такой специалист, а теперь электронный адрес. Такой. Мои рассказали. Такой. Дальше. Что касается описания работы. На самом деле. Если вы сейчас студенты и у вас не было никогда работы, что же написать? Главное, не отставлять пустую строчку. Я не учу, и все. Пишите туда свои обладонные работы. То, что вы проходили. То, что вы делали. Может, вы в чем-то участвовали. Обязательно это пишите. Потому что пустой рифт – это значит, что вы просто просидели за партой просят. ничего не делаем, ничем не интересовались. Опять же таки, если вы поднимали какие-то технологии, напишите их просто вряд ли. Потому что сталкиваясь, а кто-нибудь сталкивается с резюме, куча-куча разных технологий я буду сейчас пройти. И все. Больше ничего. Нигде, ничего. Фриланс, допустим, написал мне. Какой проект, какая сфера, сколько времени работал, и так далее, и так далее. То есть мне нужно потрудиться, ему познакомиться. И это все вручную зависит от того, что он диктует. На самом деле это не есть хорошо. Сейчас хочется открыть все резюме и почитать. Технологии. Допустим, если вы новичок, вы не работаете с этой технологией, но изучал технологию по такой-то книжке. Автор изучал 3 месяца. Пробовал что-то делал 2 месяца, чтобы работодатель представлял. Он знает, что я джурнер. Но чтобы он представлял, что джурнер не такой вот нулевой, а у вас, ну вы чем-то интересуетесь, у вас что-то есть от печали. Какие-то книги, может быть, какие-то семинары, тренинги проходили. Все пишите, все-все-все. И, особенно, всякие лабораторные работы, всякие технические задания. И описывайте. Описывайте не просто одним словом. Не пытайтесь резюме сократить до листики реглам. Как у многих. Не делайте шагу. Просто пишите резюме в 3-4 стране. Что бы работать с этой печалкой, засчитаться. Что какой умничный человек. Как он постарался. Сколько он усилий вложил. Ведь и умные. У него, можно сказать, ноль. Заключали. Он ничего не умеет. Но он старается. То есть это и есть ваше показатель. Что вы старались на что вы хотите, и что вы сможете. Так, по поводу места работы. Если кто-то будет работать и потом в дальнейшем составлять резюме, сначала идет самая первая строчка, где мы последний раз того, последний место работы. Ну, а потом все полупаянно. Дальше в резюме часто пишут свои хобби и причины. На самом деле, если вы претенете на какую-то позицию, резюме в КЧА проходит ни одно, ни два. Много. И ее нужно выбрать. Допустим, если смотреть между джинерами, то лежит имя 2 резюме и 5 резюме джинера. Кого выбрать? Не знаю. Фотографии? Ну да, у меня есть какая-то ситуация, допустим, к тому либо там. А что дальше? Опыта нет там, допустим, ни одного, ни другого. Я лично, так мне рассказывать. Не уеляйте, skin voice. Да, Peema. Но я говорю, я Viscy saw, transm� и scholarship. Это было бы не улет cuales ехать моим livres, на меня знают в нем что-то как и не могут быть 로menti. Истор lira. Да,çon, тыimportant. Да, Nursia, beans. И университет. Я думаю, нет, я бы не looking. Я говорю, mate сейчас, марш, красавчик. что-то, выходит что-то, чтобы выбрать, пригласить на себя беседу на человека, чтобы всех не может пригласить. Да, если я измерю, то есть, а если 10, если 10. Пишите свои увлечения. И здесь тоже. Пишите все. Даже если у вас нет каких-нибудь интересных увлечений, типа, как игра на гитаре, пишите, что вы помогаете родителям. Вы делаете ремонт, строите дом, вы куда-то ходите. Пишите все-все-все. Это помогает? А? Помогает? Да, это действительно. Смотри, если, ну, человек, допустим, после работы, он, например, у него есть машина, а он чистит свою машину. Ну, значит, руки золотые. Значит, он не просто там взял и отдал свою машину. Значит, у него хорошие руки, он может сделать. То есть, он убор, ну, он все-таки, например. Или там. У меня, допустим, в своей практике, когда я устраивалась на работу, у меня это все страшно. А что вы делаете в свободное время? А как вы это? Как вы то? И я устраивалась на руководящую жизнь. Он говорит, а что вот, может, в семье что-то умеете обретать? Даже мы на ничность переходили. Я говорю, да, вот недавно я предложила сделать в общем-то ремонт. Всех побила. Начала сама эта инициатива в этой куплиной работе. То есть, для него это тоже показательно. Для него это показательно. Потому что человек просто думает, а нет, я ничего не делаю. Я не делаю. Это действительно важно. Дальше. Когда вас пригласили на собеседование, вы можете себе поставить в общем-то, что все-таки ваша юридическая свобода или вам ответили. Но на собеседование могут пригласить и вас, и еще людей других, которые прислали юридику. На самом деле, это плюсик, но это еще не показатель, что вас будет на втором. Но ваша юридическая свобода. И здесь уже нужно показать себя тоже. С внешней стороны. Никогда не падайте на юридику. На собеседование. Тоже собственного опыта. Я устраивалась на работе. Я знала, что нельзя пахтать на собеседование. Это собеседование было на другом конце города. И я как-то не подрассчитала время, транспорт. И в общем-то да, постоянно на собеседование. Я понимала, что и взял собеседование, я всегда попала на 5-7 минут, что меня, скорее всего, не возьмут, потому что это не очень хорошо. Особенно, ну, когда компания работает четко, и ты здесь опознываешь на собеседование, тебя ждет какой-нибудь там HR или топ-менеджер, 5-7 минут, то это большой показатель, что или у тебя систематическое такое опоздание по этой работе, либо ты просто немножечко относишься. Лучше 50-50 минут. Это действительно, может. Соответственно, я не знаю. Вроде как собеседование, они как-то все улыбались, вроде бы я им подходила, но они мне не знали. Я так думаю, что все-таки, наверное, крещу в этом, потому что я их неуваживаю, и пришла более. Дальше. Ну, конечно же, опрятный внешний вид. Это важно, действительно. Дальше, когда вы сидите и вас собеседуют, задают разные, разные, разные вопросы, касательно не только предыдущего, например, опыта работы, или что вы проходили в колледже, в институте, а задают такие коварные вопросы, которые надо многому человеку тоже в какую-то, в агрессию впустить. То есть, почему вы мне это спрашиваете? Никогда не говорите, почему вы мне это спрашиваете. Потому что человек, который проводит собеседование, он хочет узнать вас как личность. Как специалист, допустим, если это оппозиция джинера, то, в принципе, вы сказали, у вас не было опыта работы, вы идете в оппозицию джинера, но как личность он вас хочет узнать. На самом деле, когда компания, допустим, у вас есть специалист, есть два варианта, почему требуется. Первое – это расширение и увеличение штрафа. И второе – это, допустим, как кто-то уволился, и на его место нужен за человек. Поэтому, аль-навича, привязательно представляет у тебя даже в голове всех своих сотрудников, и он привязательно представляет, кто ему надо, какая лечить. Потому что, если человек приходит, он неразговорчив, например, он такой некоммуникабельный, у него нет никаких интересов. Скорее всего, что ему будет очень тяжело приживаться с коллективом, или он сам со временем уйдет, или он его просто уволит. Даже были такие примеры, когда, ну, тоже джуньо, он приходит на практику, он приходит неделю, две, три, либо на испытательный сок. Но ты понимаешь, что человек вообще так выбивается с коллективом, и ты понимаешь, что он здесь не останется. Поэтому, все-таки, когда человек у вас собеседует, он хочет узнать больше о вас, о ваших увлечениях, о ваших интересах, о кем хотите быть, о кем хотите в дальнейшем стать, кем сейчас. то есть, как можно больше информации. И, на самом деле, понравиться началу, это очень, это очень важно. Потому что, собеседования часто проходят, сначала в чар, потом, допустим, его уководитель отдела, его директор. И, если вы понравились в чару, он, допустим, провел вот пять собеседований, и отметил вас, то он может порекомендовать своему руководителю, что вот это мне понравилось. Он такой, он приятный, у него хорошая вещь, он подходит к нам в коллектив и так далее. и может рассказать для других, которые, допустим, не очень хорошо с ним разговаривали, и не пытались, не то, что вам нравится, а не пытались произвести хорошие впечатления. Он скажет мне, вот этот какой-то не такой. Вот этот мне мнение, если подсвечен. И плюс чары, они, особенно с опытом работы с людьми, ты обретаешь уже такую какую-то чурку, да, подойдет или не подойдет. Я не знаю, как это объяснить, какая это чурка. Ну, просто вот. Отлично. Отлично. Может психология, потому что, когда же мы учимся там ночью, например, по психологии, ну, такой, вплоть до пятого курса. И вот, Поэтому опытного человека, ну, ну, срабатываешь, да, или нет. Вопрос заплаты. То есть, если у работодателя ничего не написано, задавайте ему этот вопрос. И лучше разобраться, допустим, на собеседовании с вопросом заплаты, или, нежели там, то окажется, вы там друг другу негонии, конфликты, и так далее. И обратно-таки, это нужно сделать настолько корректно, чтобы у работодателя не сложилось впечатление, что вы пришли только за деньгами. То есть, это время было как-то в конце, либо как-то подвести к этому разговор, но не просто прямо в опыт, если мы встретились и буквально пять минут поговорили, или даже на первых минутах уже, а сколько платят? Но, как-то так вот, для тех, этого рамки, спросить обязательно надо, потому что вы устраиваетесь на работу. Понятно, что ваша работа должна быть заплачена. Ну, как-то сделать это корректно. Дальше. очень режет слух, когда используют название организации, конторы. Пожалуйста, не используйте это. Совсем недавно был такой пример. я не буду говорить имя, не буду говорить, где человек работает, но он прислал резюме. В резюме, естественно, особо ничего. Предыдущие конторы. не будет. У нас много, много всяких программ, технологий, которые у меня, все-все-все-все-все-все. И я попросила ему прислать, позвонили ему, попросила прислать, где он все-таки работал, конкретно проект, в какой области, как, не знаете, я не знаю, где он изучал, каким книгам. Он, конечно, прислал, я ему прислал, я ему прислал, что я сейчас включу всю вашу информацию и в ближайшее время с вами слежусь. Он не дождался. На следующий день перезвонил и спрашивает меня. Ну, как бы, и спрашивает, и солил, то есть, я говорю, сейчас прислал. А он говорит, получила ли его письмо, но я не получила это письмо. Я говорю, я же ответил на ваш письмо. буквально там в ближайшее время я с вами спешусь. Сейчас не прокладите. Я не могу доказать ваши витамины. Он мне говорит. Ну, да, да. Но вы ж единственная здесь у нас солейковская контора. Все! Как он сказал, что контора, мне так полезно было. Ну, я его не остановила, не говорила, у нас ни контора, у нас там предприятия или организация. Ну, потому что не перемучишь человека. Есть у него такое отношение, как и контор, и он пришел, посидел, Ушел с конторы, сменил вторую контору на третью контору. И человек, вроде, уже в возрасте 25-26 лет, в принципе, он же, если хочет уважение на себя, должен как-то к организации относиться. Говори, как бы стрелять, организация, как-то пытаться быть, хотя бы пытаться быть. Ну да, контора. Я говорю, ну да. И единственное, что касается садикарского. Так, что я еще хотела рассказать. А, самое важное. Вы как инженер и работодатель, который не знает многое о вас. И он, скорее всего, попросит написать тестовое задание. Какое будет? На самом деле не обижайтесь. Для него это важно, чтобы понять какую-то лабораторную работу, например. Ну так как вы налички, правильно? То, наверняка, вот вы сейчас пишите разная лабораторная работа. И ему будет интересно, как вы ее напишете. Тоже, когда пишете вот это тестовое испытательное задание. Пожалуйста, максимально уделите ему время. Напишите, распишите, как для любых, в кавычках. Чтобы человеку, вот даже мне и чему, стало понятно, что вы понимаете, о чем вы пишете. Потому что именно так тестовое задание относится. А, я напишу, скорее всего, меня не возьмут. На самом деле это не так. Если у вас уже попросили написать тестовое, если вам поздравили, то есть резюме ваше пошло, плюсик. Если вы уже на собеседовании, плюсик. Если вас еще просят написать какое-то задание, значит вы работодатель интересного. Если вы в нем учили, никак разговор не сходился. Скорее всего, с вами не обращались. Поэтому не стоит обижаться. Просто человек, кто хочет посмотреть, в каком воздушении. Как вы там можете сделать все на какую-то другую. Не знаю, знаете ли это. Паршите проекты, какие-нибудь графики или и так далее, и так далее. Может, вы знаете, что они говорят. Не обижайте им больше внимания уделять. И так далее. И так далее. Когда пишите письма, вернусь к резюме. Не бросайте просто письма. Допустим, мой адрес, ваш адрес, все, бросил резюме. Никогда, настолько часто, даже опытные люди по тридцать дней просто сбросят резюме и все. От кого? А что? Как ты от нас узнал? Ни здрасте, ни до свидания, ни вообще ничего. Вот. Хочется увидеть это резюме и все. Ну, ты ее уже подкрываешь, смотришь. Всегда пишите. Добрый день. Я узнал вас такого-то там. Или мне посоветовали. Или я попал на ваш сайт и видел, что вам требуются специалисты. Попрощайтесь. Напишите, что буду очень рад. Будут ждать вашего звонка. То есть проявите какое-то уважение к человеку, которому вы устраиваете. Потому что это неприятный пока, на самом деле, смотрится дико. Ну, это значит, что этот человек не умеет это делать. Скорее всего, он так будет с клиентами сегодня делать. Ну, я там на работу выхожу нездоровывать. После работы уже тоже не прощаюсь. Ну, как-то так. Абаяк. Скорее всего, как думаешь, форма, там, чтобы селли. У меня еще было немножечко рассказать про опыту предыдущей работы. Но я думаю, что это не актуально описывать. Просто там. Хорошо. Расскажу. Дух. Тоже, допустим, человек работал, он работал два-три года. Я работаю с анимацией тем, тем, тем. Распишите хорошо 10 предложений. Наверняка, если вы садитесь и подумаете, у вас найдется куча ситуаций, которые, когда вы решали, чем-то интересным занимались, может быть, меня или какого-то родителя, когда они были в отпуске. Распишите нормально. Чем больше резюме, чем это реально круче. Потому что резюме смотреть в один лист, и теперь даже не интересны свои идеи. И, конечно же, когда вы приходите на новый лист работы, нехайте свою предыдущую вам работу дать. Даже если вы остались некрасиво, даже если он вам не заботит работу, ну, скажите это и не говорите, почему, как. Ну, как-то что-нибудь придумаете, но не говорите, как он. Обычная работодатель вам не нравится, на самом деле. И, конечно же, он не нравится. Потому что, когда вы будете уходить с этой работы, скорее всего, будете говорить, какой плохой работодатель, как он малый платит, как он там унижает людей. Чем следующий. Ну, наверное, все я рассказал. Давайте поговорим. Олег. И чарт. Только при первой работы его обязанности входят. Олег. 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 Он наоборот. то есть это может быть активный поиск, это может быть пассивный пассивный, когда в этой дате дает объявление, вакансирует и собирает резюме, то есть он активный будущий есть активный поиск, когда и первый метод действует и второй, когда ты сам открываешь базу резюме, например, и смотришь, это активно дальше он занимается мотивацией, он делает хороший клиент в коллективе он еще очень много такой кадровой работы, как личные дела и так далее, и так далее и так далее спасибо может быть, я еще не могу на все ответить на самом деле все бывает по-разному все зависит от количества человек в организации потому что на самом деле чай приходит в корпоративы какие-то мероприятия, подготовки какие-то фишечки но если это большая организация, допустим 5000 человек то скорее всего на это будет выделен один отдельный человек, который занимается чисто корпоративы следующий человек, который занимается чисто кошком и собеседованием третий человек будет заниматься обычно, например, личными делами то есть, это все зависит от размера организации если организация маленькая, то чай занимается вообще всем всех-всев-всев все, что хотите спасибо Ты когда-то опоздала на санкседовании, ты взяли на эту работу? Я же сказала, мы не взяли на работу, мне не взяли на эту работу. При том, что у меня была, ну я шла, я понимала, что у меня уже не до фунта, потому что я вот скопила, закупила, что мне не видно. Но я же думала, что я пришла в зале, я всегда пошла в санкседовании, но... Я на первой работе на полчаса опоздал, но неделю в итоге, что я здание перепутал, потому что я поехал вообще. Смотря как относятся, бывают же четвертые наблюдатели и действительно... Может, вы считаете за его уважением, что я только опоздал? Нет, конечно. Может, они действительно на этом относятся строго, как я себя только опоздал в своих убийствах? Ну, это все индивидуально. Мне кажется, если работник стоит того, ему это позволится. Даже прийти не по порану, но... Это отдельный вопрос такой. Может, это значит, что опоздал? Если он реально стоит того? Ну, а как другие тогда будут смотреть, с которыми работают так же? То есть, это начинается сравнивание. Ему можно, мне и нет. Ну, просто если ты уже опаздываешь, значит, у тебя, наверное, какая-то система. Постоянно опаздывается. Ну, у тебя, получается, придется перевозить какие-то там указаны. Оставаться на пять раз больше после работы. Не ходить на ответ. Ну, на самом деле, в организациях есть разный график работы. Кто-то относится очень четко к своему графику работы. То есть, у соседей пяти нельзя опоздать. В некоторых организациях, главное, что после часов от работы. Может, там, перейти к обеду, идти к двенадцать. Ну, это все индивидуально. Но, на самом деле, это что-то не постаново. Постаново организациях работает по определенному графику. Поэтому лучше не опаздывать, конечно же. Особенно у соседей. Слышала такую вещь, что если ты хотя бы позвонишь к другу пяти, что опаздываешь. Еще как-то могут на это скрыть глаза. То есть, есть, там, яснись в печи, в которой опаздываешь шипа. Ну, главное, чтобы это было не более, там, пяти или семи. На самом деле, у меня была такая ситуация, опять же-таки, коснусь из самого опыта. Я ей позвонила и сказала, что я опаздываю, что я не могу найти. Ну, можно просто такое стечение обстоятельств. Может быть, действительно, я ей не подходила. Но, на самом деле, я позвонила, предупредила. Опоздала. Но, если попробую, я все равно не знаю.